И о ситуации в Авдеевке прямо сейчас будем говорить с начальником Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш уже в нашем эфире. Виталий, здравствуйте, слава Украине. Здравствуйте. Героям слава, здравствуйте. Виталий, в последний месяц-полтора значительно больше стало репортажей из Авдеевки об эвакуации местных жителей. Создается впечатление, что эти процессы действительно ускорились и люди стали бережнее относиться к своей жизни. Как вы оцените нынешние темпы эвакуации? Ну, действительно, скажем так, сначала вот этого обострения 10 октября, которое началось, эвакуация тоже волнообразно осуществлялась. И в первую очередь это связано действительно с желанием людей выехать. Разные были этапы, и никто не ехал, и много ехали, и массово ехали, потом опять никто не ехал. Сейчас очередная волна такого, знаете, увеличения численности желающих людей и численности, соответственно, тех, которые действительно выезжают. Ну, вчера было вывезено 9 людей перед днем ранее, еще 9 сегодня, чуть больше даже будет, потому что ни один экипаж задействовал сегодня на эвакуации. Чуть больше цифру дадим. По состоянию на сегодня 1040 людей в городе, к вечеру цифра будет еще ниже. Люди едут. Ну, знаете, ну вот, был сюжет только что о Белом Ангеле. Действительно, ребята практически каждый день выезжают, иногда не одну ходку делают в день, рискуют своей жизнью, плюс задействованы представители военной администрации эвакуации, плюс есть небольшое количество волонтеров, которые действительно нам тоже помогают не только в завозе гуманитарной помощи, но и, соответственно, на обратном пути забирают людей на эвакуацию. Но у меня такое ощущение, знаете, я об этом в последнее время очень часто говорю, что, ну вот, это, знаете, на грани какого-то морального какого-то преступления. Люди досиделись, когда действительно очень жестко, очень жестко, потому что, ну, вчера, к примеру, там, 80 авиабомбовых ударов было только по территории нашего города. Это нормально, 60, это за сутки. То есть это вопрос стирает. И вот сейчас люди только говорят опять активно, в очередной раз более активно выезжать. Это вот люди сидели, как-то какой-то эгоизм непонятный. В чем, да, для чего сидели. А сейчас люди и ранее рисковали своей жизнью, а сейчас, ну, и тем более, да, еще большие риски для жизни. И ребята должны это делать каждый день. Да, вы знаете, я обратил внимание на статистику, что еще в августе месяце 23-го года в городе оставалось 1700 мирных жителей. Сегодня уже 1040, как вы сказали. Все же практически на 1000, на 700 этих жителей стало меньше. Скажите, а во время эвакуации российские оккупанты пытаются как-то атаковать эти гуманитарные коридоры и, в принципе, гуманитарные автомобили, на которых и вывозятся мирные жители Авдеевки? Да, с первого дня полномасштабной войны не было ни одного коридора. Понятное дело, их никто и не согласовал. Понимаю, что никто нам его и не даст, этот коридор какой-то, да, как это, в принципе, должно быть по всем правилам ведения войны. Что касается мирного населения, должны быть такие коридоры. Здесь мы понимаем, с кем мы ведем войну, кто с нами воюет, и очень часто они пытаются попасть и по автомобилям, которые завозят гуманитарную помощь, и, соответственно, которые осуществляют эвакуацию. И случаи неоднократные, те же полицейские с «Белого ангела» неоднократно попадали уже и под террористские обстрелы, и под работу FPV-дронов, и под сбросы, так называемые. И представители военной администрации не единожды уже попадали. И было видно, четко, ясно по картинке с этого дрона, что это гражданские, и это идет эвакуация, и ничего больше. Такие случаи есть, и они не единичны. Виталий, стабильно, практически каждую пятницу в нашем эфире мы подводим с вами итоги того, как прошла очередная неделя в прифронтовом городе. Скажите, как много за неделю российские оккупанты уничтожают жилых домов, других объектов инфраструктуры? Что теряет Авдеевка за неделю? Ну, вы знаете, честно говоря, у нас уже нет возможности вести эту статистику. Реально ее нет, потому что, повторюсь, вчера 80 авиабомбовых ударов, плюс 50-60 еще таких массированных артиллерийских обстрелов. То есть физически город стирается с лица земли. Реально можно сказать, что город меняется не по дням, а по часам. И заезжая каждый раз в город, находясь какое-то время, в нем возвращаясь, проезжая опять по городу, по территории города, мы видим, насколько картинка поменялась за несколько часов. Виталий, вы сказали о том, что люди досиделись до последнего. Интересно, что происходит с их настроением, настроение среди мирных. Они ведь, вероятно, узнают о том, что в городе их становится меньше не только из-за эвакуации, но и из-за того, что кто-то погибает в таких жестких условиях, когда за день выпускают российские оккупанты по 80 авиабомб. Да, люди знают это, люди видят, они все это через себя пропускают. Люди понимают, что статистика каждый день уменьшается по количеству жителей. И в том числе эвакуация, в том числе и погибшие, в том числе и раненые, в том числе и люди, которые умирают своей естественной смертью, в том числе люди, которые замерзают. Были у нас случаи и в этом году уже. И в том числе люди, которые угорают от неправильной эксплуатации тех, так называемых, печей-буржуек. И люди это все знают. Настроения разные. Находясь в городе, понятно, у них одно настроение. Когда людей вывозим после эвакуации, проходит день, буквально, не знаю, в более спокойных условиях, их настроение меняется кардинально. И постоянно, видя людей в течение трех дней, ты видишь, насколько у них меняется их настроение и насколько их мысли меняются. Когда там находятся, понятно, они рассказывают о том, что некуда ехать, не очень бы хотелось ехать. То есть, пробыв день-два в более спокойных условиях, электричество, тепло, вода, ну, извините за подробности, душ нормальный, то у людей настроение меняется. И они говорят, разве так, ну, мы даже не думали, что такое уже есть, потому что люди практически два года уже в условиях. Ну, в моем понимании, не человеческих. Виталий, ну, и еще, наверное, важная тоже тема. Как в таких условиях приходится родным прощаться с теми, кто погибает и от российских атак, и от естественных причин? Хорошо, если есть родственники, потому что, ну, вернее, знаете, хорошо, что родственники есть, плохо, когда люди гибнут. Это очень плохо. Очень часто бывает, что людей просто некому забирать, нет родственников, и тогда это ложится, понятное дело, на военную администрацию, мы как бы-то ведем захоронение. Но в тех случаях, когда есть родственники, по максимуму пытаемся, если люди просят где-то вывезти, вывозим, передаем тела. Есть даже, ну, вот, один из последних случаев, две недели назад погиб мужчина, вышли на нас племянница, которая живет в Российской Федерации, с просьбой, они могли бы вы захоронить его, показывая четко место, где бы они хотели это сделать, на кладбище в городе Авдеевке, рядом с родственниками. И если можно, отправьте нам свидетельство о смерти, ну, то есть документы. Понятно, что ребята, которые занимаются захоронением, ритуальная служба, они уже не раз там, не знаю, там по кругу, не единожды каждый из них был и ранен, и контуженный. Они захоронили этого мужчину там, где попросили, сделали видеоотчет, мы отправили ее, показали, где могила, с их родственниками. Но, к сожалению, в то же время объяснив, что у нас нет связи с Российской Федерацией, документы мы не можем отправить, подтверждающие смерть этого мужчины. А в большей степени захоронение ведем в населенных пунктах соседней Очеретинской громады, где, ну, более или менее, потише, нежели в Авдеевке, потому что ситуация очень сложная. И то кладбище, центральное наше кладбище, там буквально там в 300 метрах уже линия ведения боевых действий. Виталий, сколько жителей Авдеевки погибло за 702 дня полномасштабной войны? 172 человека погибло, среди них один ребенок и 383 раненых, среди них три ребенка. Но, опять же, эта цифра по раненым точно, по погибшим, она может быть, скажем так, не совсем реальной. Почему? Потому что не обо всех мы можем знать, которые в городе, там, в старой части где-то погибли, где-то под завалами находятся. То есть, скорее всего, эта цифра чуть-чуть больше, к сожалению. Виталий, вы знаете, в сети появилось видео, снятое нашими волонтерами в Авдеевке. Сейчас мы увидим эти кадры. На кадрах мы можем увидеть и масштабы разрушений, но отвлекает и другое. В этом практически безжизненном городе неимоверный лай собак стоит. И мне просто вспомнилась прошлогодняя история спасения одичавших лошадей, блуждавших по Авдеевке полгода. Вот эти кадры, да. Здесь звук слышен. И она там, где собаки, там. И люди сейчас, в ту же сторону, на юбилеем. Идем туда. Власть стоит, да. И мы понимаем, что оккупанты убили и правда не только наших граждан, но и большое количество животных. Бомбили фермы и так далее. Какова вот ситуация, собственно, с теми, за кого мы должны быть в ответе? На самом деле, по животным это еще одна очень серьезная проблема. Понятно, котов не так видно, как собак, хотя они тоже в городе присутствуют. Есть небольшая группа волонтеров. Они с разных направлений, которые специализируются именно на животных. Они передают лекарства для животных, они передают корм для животных. Буквально сегодня 800 килограмм собачьего корма нам передали волонтеры. Будем в ближайшее время их завозить. Есть в городе кормушки. Их немного, потому что постоянно под обстрелами именно для собак. Скажем так, довольно примитивного вида, но очень работоспособные. Из канализационных труб пластиковых сделаны кормушки. Собака подходит, кушает, и корм постоянно сверху подсыпается. Скажем так, под естественным своим давлением корма. Собак очень много. Это еще один бич нашего города. Сейчас проблема с баспиртульными собаками была и до войны, и до полномасштабной войны. Но сейчас она глобальная. Почему? Потому что собаки, кроме того, что сбиваются в стаи, собаки выбирают себе свой ореол для жизни. Они прибиваются в стаи, прибиваются там, где их кормят. Если не кормят, они нападают. Случаи, скажу откровенно, не единичные, когда собаки нападают на людей в городе. Плюс собаки идут от линии фронта, от других населенных пунктов, стягиваются тоже в город. Их сотни. Их сложно посчитать. По самым скромным подсчетам, 500-600 собак это точно сейчас, может даже больше. Но и тут другая история. Мы же понимаем, что эти собаки, если их не кормить, то чем они будут питаться? Они ходят везде. Все трупы, это еще проблема, с которой мы будем чуть-чуть позже, наверное, очень серьезно бороться. Мы же понимаем, да, собака, которая попробовала там человеческое мясо, ну, что с ней будет дальше? Это серьезная проблема. И не только для нашего города, я так понимаю, это проблема по всем фронтовым громадам. Да, и, наверное же, стоит сказать еще о том, какие потери несет оккупант, и тела своих они не забирают. Давайте, кстати, об этом тоже поговорим. На этой неделе множество сообщений об Авдеевке со стороны, собственно, российских оккупантов. Победные оды, рассказы. Какая ситуация на самом деле, какие фейки, пропаганды вас поразили в последние дни больше всего? И как считаете, с чем связана такая активность вбросов? От чего пытаются отвлечь? Ну, если проанализировать, честно говоря, не очень есть времени это все смотреть. Но то, что я вижу и фиксирую, или я лично, да, и там в общении с ребятами, и с своего окружения. Очень много пабликов действительно, ну, вот в телеграм-каналах много разняют информации. Но на центральных каналах российских, да, телевидения, не так много информации про Авдеевку, да. И по радио, кстати, тоже люди с той стороны передают, что не так много на центральных радиоканалах там говорят про Авдеевку. Чаще про Бахмут говорят сейчас, чаще говорят про Запорожское направление, понятно, Херсон, понятно, Крым там у них все это дело горит. Но про Авдеевку бывают сообщения, но очень как будто немного. Скорее всего, просто, наверное, там готовят какой-то там такой подаруночек, хотят они все-таки к выборам сделать такое, знаете, вот не было, не было информации много, а потом сразу, оп, и у нас все получилось. Про фейки, честно говоря, не знаю. В последнее время ничего такого серьезного не слышал. Ну, а то, что есть, ну, как будто и легионы, там, там, по три тысячи легионеров иностранных приехали в Авдеевку и по Авдеевке ходят, выселяют мирное население, такое, да, есть. Гуляет эта ерунда, ну, хотя, понятно, есть интернациональные подразделения там в составе вооруженных сил Украины, но на нашем направлении я, честно говоря, с ними не встречался. Ну, с украинской стороны тоже можно увидеть много информации о невероятном количестве сейчас российских военных в районе Авдеевки. Расскажите, как действуют сейчас в целом оккупанты, используют ли тяжелую технику в попытках приблизиться к городу, и как на все эти их планы влияет погода в регионе? Ну, вот именно, да. Использование техники в большей степени сейчас, оно, скажем так, связано с погодными условиями. Как только есть возможность, погодные условия им позволяют использовать технику, они однозначно это делают. Только чуть оттепель техника не может ехать, и техники меньше используются. По тактике, разная тактика, есть возможность технику использовать, нет возможности. Они закидывают местными штурмами, по всей линии обороны действуют. Где идет откровенный спецназ, где идет глубинная разведка, где идут чмобики, так называемые, шторм-В, да, как ребята их прозвали, шторм-выродки, да, шторм-Зет, шторм-зомби, да. Вот, как бы это, ну, опять же, все больше и больше информации о том, что отказываются идти и не штурмовать. И реально такой информации все больше и больше. С чем это связано? Ну, скорее всего, просто видят, какие потери они несут на нашем направлении. И были даже там в телеграм-каналах, и были перехваты, потом как-то они там у себя, не знаю, их там печатали в телеграм-каналах дыровских. О том, что один из представителей подразделений за город отрядов, так называемых, писал, что работы у нас непочатый край, да, очень много отказников. Виталий, вы как-то говорили, что часть гражданки остается сейчас проживать в частном секторе. Как считаете, это, что в целом может ожидать этих людей в худшем для украинской стороны сценарии, если оккупанты зайдут в дома мирных жителей? Да, ситуация понятна. Мы же прекрасно понимаем, чем это. Кто будет кланяться, да, тех, может быть, там, заберут куда-нибудь на Донецк, на Снежной, где у них там фильтрационный лагерь. Кто не будет кланяться, то, скорее всего, расстреляют будет. Ну, это же мы видели по всем населенным пунктам, которые сейчас находятся в эвакуации. Однозначно их погоняют из дома. То есть, ну, ничего хорошего точно не ждет. И фильтрация ведь это тоже не самое приятное в этой всей истории. Сто процентов. Один из жителей села Опытное, которое относится к нашей громаде, после того, когда туда зашли русские, полтора месяца вообще ничего не ел. И они были рядом, и они ему даже никакой там провизии не давали. Это говорит о чем? О том, что им все равно. Они завоеватели, они нелюди. Им все равно на украинский народ. И неважно, поддерживают они их или не поддерживают. Ничего хорошего, это точно не ждет. Виталий, ваши ощущения, чего ожидать в эти дни и в целом в феврале от событий вокруг вашего города? Ну, однозначно враг будет штурмовать. Однозначно будут бросать все новые и новые силы. Тот очередной какой-то там дедлайн, который они себе поставили до псевдовыборов в Российской Федерации. И задачи, которые к этому дедлайну, они будут пытаться их выполнить. Понятное дело, мы будем обороняться, мы будем держаться. В разговорах со всеми командирами, которые на линии обороны по нашему Авдеевскому направлению, все однозначно будут стоять. Хотелось бы, конечно, что все-таки там где-то на международной арене наши партнеры чуть быстрее думали, чуть-чуть как-то резвее принимали решение. Не выражали только обеспокоенность. Так точно. Ну и все-таки то, о чем говорят на Рамштайнах, чтобы оно все-таки приехало, то потужное, то мощное, которая все-таки... Та же авиация, надеемся, в ближайшее время появится. Не уверен, что это будет так быстро, как нам бы хотелось. Но все-таки однозначно перелом должен быть. И я об этом уже говорил неоднократно с самого начала полномасштабной войны, что у меня такое внутреннее ощущение, что именно на Авдеевке будет перелом. Да, пусть так и будет, стойкости и сил. Виталий, спасибо вам большое за вашу объемную работу и за то, что всегда находите время для нас, для Фридема. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами в эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем ютуб-канале Фридем. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.